всем привет продолжаем гулять по моему городку санкт-петербург называется ну что вот хочу показать памятник памятник называется полтава скульптор таратынов архитектор муки дата основания памятник написано в экипедии 6 марта 2015 года строили два года высота 10 метров материал бронза латунь гранит памятный знак кораблю полтава это памятник посвященный первому русскому 54 пушечного парусному линейному кораблю четверкого ранга полтава установлен на воскресенской набережной был открыт 6 марта 15-го года принимал участие наш губернатор бывший георгий полтавченко алексей миллер председатель газпрома и замглавный командующий тогдашний александр федотенков ну что он памятник как памятник собственно говоря представляет собой уменьшенную копию корабля построена в 1712 году установлены на постаменте 8 метров длина 2 метра ширина и вес почти 2 тонны тысяча девятьсот шестьдесят четыре килограмма действительно выполнена с высокой степенью деталировки воспроизведены даже детали которые не видны земле это штурвал трапы так далее боковые стороны постамента украшены барельефами со сценами морских побед русского флота петровской эпохи на одной из них барельеф батареи без гангута на второй батаре при грингами по гравюре алексея зубова и еще есть барельеф с изображением корабля выполнен по гравюре питера пикарта ну наверно рассказать что-нибудь про саму полтаву это действительно 54 пушечный парусный линейный корабль 4 ранга которую спустили в 1712 году состав санкт-петербургского адмиралтейства строительстве этого корабля принимал личное участие петр первое необходимо конечно отметить что этот корабль построен по проекту мастера федосея скляева а федосеи скляев это был соратник петра они начинали еще при потешной флотилии после этого скляя вместе с петром отправились нидерланды устроились там на стародамские верфи ускалили его была склонность к английскому языку и поэтому поэтому он достаточно плотно учился у голландцев морскому делу без напрягу потому что он знал просто язык кстати вместе с петром и волонтерами пожелавшими обучаться кораблестроения корабль получил свое название в честь важной победы которые держали русская армия над шведами в полтавской битве и этот корабль стал первым линейным кораблем заложенным и построенным в санкт-петербургском адмиралтействе полтава входила состав балтийского флота с 1712 по 1732 год принимал участие в шести морских компаниях с 13 17 и в 1721 годах позднее участвовал практическом плавании кронштадтской эскадры в балтийском море период боевой службы линейный корабль держал флаг петра первого держал флаг 5 кто не знает это говорит о том что на нем был петр первым экипаж этого судна 460 человек при наступательных действиях и 300 человек при воронительных действиях флота капитанами были хендрик гельма в 1713 году капитан командор вейбран шельтинг семьсот четырнадцатом году велим фангент капитан третьего ранга 715 717 году якоб шапезо капитан второго ранга тысяча двадцатом двадцать первых годах и яга генрих вильстер капитан третьего ранга с 1722 по 1723 год мы увидим что в общем русских то и не было капитанов ну и вот некоторые как говорится веки история похода в полтавы эта компания 1713 года поход к ревелю компания 1714 года гангутское сражение и компания 1715 года кстати в гангутском сражении за этот бой петр первым был произведен лиц адмирала что грибак ну вот собственно говоря и все наверное об этом памятнике памятник достаточно приличный и считаю достойный вот поэтому вдруг будете там рядом можете посмотреть все всем пока всем привет до свидания и